Из Москвы путь исландской делегации лежал в Эстонскую ССР. Одну из 15 равноправных союзных республик, входящую в состав Советского Союза. Столица Эстонии, город Таллин, древний и постоянно молодеющий. Население Таллина за советское время выросло почти вдвое. Сегодня Таллин – один из крупных научных и культурных центров. Таллин – единственный город в нашей стране, который сохранил в столь большом количестве архитектурные памятники готики. Делегацию исландских парламентариев принял председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР Кэбин. Он рассказал гостям о структуре и деятельности высшего органа государственной власти республики – Верховного Совета Эстонской ССР. Об экономическом, социальном и культурном развитии республики за годы советской власти. В состав Советского Союза республика добровольно вошла летом 1940 года. Великие перемены начались на эстонской земле. В течение только первого года советской власти продукция государственных и кооперативных предприятий Эстонии выросла на 63%. Полностью исчезла безработица. Большим событием для Эстонии стали 22-е Олимпийские игры. Исландская делегация побывала в центре парусного спорта, где проходила Олимпийская регата. Сейчас эти спортивные сооружения отданы в распоряжение таллиннским яхтсменам. Еще долго они будут хранить эхо олимпийских рыцарских поединков. Еще долго во всех уголках планеты симпатичный медвежонок будет напоминать людям о празднике. Встреча с любой страной – это прежде всего встреча с людьми, их нравами, обычаями, обрядами. Останется, вероятно, в памяти у исландских гостей и эта эстонская свадьба. Жизнь эстонского народа во многом связана с морем. Морское пароходство Эстонии поддерживает связь с 56-ю странами. В 250 портов мира через сталинский порт экспортируется продукция советской страны. Исландская делегация побывала в рыболовецком колхозе имени Кирова. Председатель колхоза, депутат Верховного Совета СССР Куль, рассказал о хозяйстве, владения которого простираются по побережью на сотни километров. Ежегодный доход колхоза составляет около 70 миллионов рублей. А за последние годы сотни семей справили новоселье. Дома построены своими же строителями по проектам местных архитекторов. К услугам колхозников поликлиника, самым современным оборудованием. Ежегодно рабочие и служащие получают льготные путевки в санатории и дома отдыха. Большое внимание гостей привлек местный музей. Нелегким было прошлое эстонских рыбаков и мореплавателей. Их судьба особенно понятна и близка исландцам, ведь жизнь их собственной страны тоже связана с морем. Советская Эстония бережно хранит национальные традиции, культуру. Их составной частью являются и самобытные народные хороводы и танцы, с которыми на прощание познакомились гости.